Здравствуйте, меня зовут Назым, я вот звоню вам по поводу счета, который вы мне прислали. Почему я должна оплачивать этот счет? Все субъекты бизнеса после регистрации, после автоматически становятся членами Национальной палаты предпринимателей. Это первое. Второе. После того, как ваши обороты превысили 60 тысяч РП, вы становитесь платежщиками обязательного членского разноса. Ну, смотрите, я, допустим, любые членские взносы, они платятся по обоюдному согласию. Если вы, допустим, назовете это какой-то налог, вот прям налог, да, разговора нету, я заплачу. Но я не хочу быть членом вашей организации, понимаете? Просто не хочу. Я плачу налоги, я плачу КПН, я плачу НДС, я плачу ИПН. Молодой человек, дослушайте меня до конца, пожалуйста. Я же вас выслушала. Я плачу все налоги, но членам организации непонятной, которая от вашей организации мне ни холодно, ни жарко, честно скажу вам. Я от вас никакой помощи не получаю. И получать не собираюсь. Я просто могу не платить эти деньги. У меня тоже пятеро детей, я многодетная мама, я и так зарабатываю деньги сама. Я ничего от государства не прошу. Ни квартиры, ни домов, ничего мне не надо от вас. Мне просто... Вы сказали платить налоги, я их плачу вовремя. У меня нет ни одной копейки за должности по налогам. Почему я должна платить 200 тысяч? Я лучше ребенку на эти деньги куплю еды, извините. Ну почему я должна это платить? Во-первых, это общемировая практика. Вы поймите, общемировая практика по обоюдному согласию идет. Если это членский взнос, если это у вас какой-то клуб. Ну не хочу я в этом клубе участвовать, поймите. Как раз таки общемировая практика показывает то, что членский взнос для всех судей. Ну я против этого, я не хочу платить. Почему вы меня должны заставлять? Назовите тогда это налог за предпринимательство. Давайте называть все своими именами. Назовите налог для предпринимателей за то, что вот мы растем, развиваемся. Это будет дополнительный налог. О каком членстве вы говорите? Членство идет по обоюдному согласию. Должен быть какой-то клуб, я захотела, вступила и, пожалуйста, плачу вам членские взносы. А просто с меня снимать на основании закона, вы можете только в законодательстве написать, что это такой налог на предпринимательство. Вот и все. Давайте все делать юридически грамотно. Если вы такая крупная организация, то почему бы вам не пролоббировать свои интересы в государстве до конца уже, но назвать все своими именами, пожалуйста. Когда к вам последний раз пришедет проверка? Вы что, меня хотите теперь проверкой замучить? Нет, нет. Подождите, подождите, еще раз повторите, пожалуйста. Когда к вам последний раз приходила проверка? И что? На госорган. Ну, допустим, в прошлом году. И что? За два года, да. За последние два года практически ни разу инициативу. А это что, у нас рэкет, что ли? Если я не буду платить, значит, вы будете проверками меня мучить, да? Вы дослушайте, я больше просил лишь дослушать. Я вас дослушаю. Хорошо, слушаю вас. Инициативой палаты предпринимателей, национальной палаты предпринимателей, все проверки практически приостановлены. А вообще зачем они нужны? Подождите, сегодня только Тукаев выступал про то, что никаких проверок вообще не должно быть. Тогда зачем орган, который делает инициативу, чтобы не проверять? Это же вообще даже не обсуждается. Солнце, оно желтое, а небо голубое. О чем вы мне сейчас говорите? Инициатива и палаты предпринимателей, это было приостановлено еще позапрошлом году. И количество разрешительных документов для действующих предпринимателей сократилось вдвое. А мне не нужны разрешительные документы. У меня не лицензированная деятельность, ребята. Какие документы разрешительные мне нужны? Ну даже если придет проверка, я не боюсь проверки, что они проверят? Ну плачу я налоги и что? Ну что? Отчего вы меня защищаете? Или вы меня хотите просто затравить проверками? И сделали организацию, которая вот якобы запрещает эти проверки. Просто вообще тогда проверок не должно быть от государства. Зачем? Для государства еще один орган, который будет что-то запрещать. Значит, государство что-то делает неправильно, раз Атамикен появился? Все делается правильно. Ну так правильно, если не надо с нас снимать деньги за то, чего не должно быть в принципе. Вы знаете то, что Казахстан уже вошел в это? В 2021 году мы должны принять все условия и приостановить все меры государственной поддержки, которые сейчас осуществляют. Да не вопрос, останавливайте. Мне-то что с этого? Мне-то что с этого? Это в любом случае косвенно отразится на всех субъектов. Ну и что теперь, раз вы помогаете, надо со всех деньги сдирать? Мы помогаем, и это видно. Для помощи она действительно видно. Ребята, помощь свою назовите правильно. Помощь свою назовите налог на предпринимательство. Членский взносом называть это не надо. Это не членский взнос. Переделайте мне, пожалуйста, счет, я его оплачу. Сделай, выставьте мне счет, как налог за предпринимательство. Это будет правильно. А если вы мне выставляете членский взнос, я могу вам сказать, ребята, я не буду членом вашей компании. Не хочу. И имею право не платить. А раз у вас там уже в законодательстве все пролабирно, вам остается сделать одну мелочь. Переименовать членский взнос на налог. Обязательный налог на предпринимательство. И все будет нормально, и мировое сообщество вас поймет. Какая разница, как называть? Вы все равно делаете одно и то же. Вы забираете деньги насильно. Какая разница? Не добровольно, а насильно. Значит, это налог. Вот и все. Давайте все называть своими вещами. Вот когда вы мне пришли, эти счет нормальный, что это налог. Разговора нет. Налог есть налог. Куда я денусь от налога? Вот это будет реально. А то, что вы мне сейчас говорите, это какой-то популизм, ребята. Договорились? Уведомляю также о том, что региональная палата предпринимательства, куда вы сейчас звоните, Алмата, не имеет права освобождать вас от уплаты обязательства членского взнос. Я вас не прошу освобождать, я прошу переделать счет и указать верное наименование. Наименование здесь идет, налог. Вот и все. Пишите правильно, налог на предпринимательскую деятельность. И это пускай отходит, извините, в налоговую, а не к вам. Я вообще не могу понять, что такое Атамикен. Национальная палата предпринимательства. 202 тысячи. Разговора нет, я вам отправлю деньги. Хорошо? Договорились? Я с вами не договорюсь. Ну, договоритесь со своим руководством. Скажите, что бизнесмены не хотят этого делать, потому что название неправильное. Когда я оплачу налоги, если я напишу сейчас налоговую, что это членский взнос государства, у меня налог не примет эти деньги. Понимаете? Вы же правильно трактуете в свою сторону. Пожалуйста, в нашу сторону, к бизнесменам, трактуете тоже правильно. Пишите налог на предпринимательство. Не надо мне говорить, что это членский взнос. Членство – это добровольная вещь. Даже в партию добровольную вступают. Кодекс со мной никто не обсуждал. Ребята, о чем вы говорите? Вы его сами принимаете и думаете, что все по-вашему будет? Ребят, вы ошибаетесь. Надо, прежде чем что-то обоюдное решить, согласовать. Надо было вывести это на референдум. Надо было спросить у бизнесменов, нужно это или не нужно. Согласны ли? Вы сначала добровольно делали, а теперь вы принудительно делаете. Правильно? Массовая информация была опубликована в средствах. Ну и что? Я сейчас тоже в средствах массовой информации опубликую, что я против. И что? После 7-10 календарных дней было уже введено в действие этот закон. За этот период... Ну тогда это рейдерство. Тогда это рэкет. Это рэкет тогда. Просто рэкет. Тогда называйте это своими словами. Либо это налог, либо рэкет. Вот мне больше нравится налог. Налог – это как-то законно звучит. Давайте мне выставляйте свой налог. Я буду платить. Членский взнос я платить не буду. Я не состою в членстве вашем. И если вы меня принудительно туда вписали, это еще не значит, что я должна это делать. Сейчас пытаетесь у меня живыми деньгами отобрать с моей семьи 202 тысяч тенге. Я против. Я против. Вы не бандиты. Правильно, чтобы я вам платила? Если вы государство, пишите налог. Я заплачу налог. Я плачу же налог на транспорт, налог на имущество, КПН, НДС. Я плачу – плачу. Я не возмущаюсь. Вот называйте членство свое налогом. Членство платить я не собираюсь. Я не состою ни в каких клубах. Понимаете? Как только вы юридически зарегистрировались, вы сразу автоматически становитесь членами. Ребята, ну это вы придумали. Я зарегистрировалась, я имею право работать. Я требую, чтобы вы с меня брали налог 202 тысячи, но не членский взнос. Все. Вопрос закрыт. Продолжение следует.